Алтайский край По итогам 2016 года было 72% и это меньше чем в 2015 Но сказать здесь хочется вот о чем Как правило причины в таком количестве разводов видят экономические Например отсутствие жилья у людей, низкие доходы То есть дело возможно реально поправить, именно поправив экономику А то ведь чем больше разводов, тем меньше рождаемость, которая и так страдает А значит меньше рабочей силы и так по цепочке Здравствуйте, это экономика симптома Никаких сухих цифр и новостей без контекста Только самое показательное и действительно влияющее на нашу жизнь Главные экономические тренды недели прямо сейчас О поведенческой экономике на выборах В Алтайском крае в день выборов 18 марта резко вырос спрос на такси Данные привел сервис такси Максим В Барнауле, Бийске и Новоалтайске заказов было на 14,5% больше, чем в обычное воскресенье, когда никаких выборов нет В целом же по России рост составил 9,5% в Алтайском крае больше Так что жители Алтайского края определенно активизировались 18 марта И любопытно, что выиграли от этого таксисты Ну возможно есть и другие экономические приросты из-за дня голосования, но их пока мы не выявили Новогодние гендерные праздники 14 февраля, 23 февраля, 8 марта Не обеспечили существенного экономического прироста в Алтайском крае Это стало ясно из статистики оборота общепита и торговли Оборот продуктов питания упал почти на 2%, ресторанная сфера тоже почти на полпроцента Вырос только объем продаж непродовольственных товаров И неплохо так вырос, около 4% Но нужно отметить, что эти экономические результаты намного лучше, чем в прошлом году Тогда общепиты торговли вообще упали на 2-3%, поэтому все же отметим позитивную тенденцию этого года А теперь традиционный разбор одного экономического явления На минувшей неделе в Алтайском крае появилось две территории, опережающие социально-экономическое развитие Это Новоалтайск и Заринск Там создадут особые условия для роста бизнеса, чтобы соответственно и уровень жизни в этих городах вырос Давайте разберемся, что это значит Официально Заринск и Новоалтайск стали территориями опережающего развития 16 марта Документы об этом прописал премьер Дмитрий Медведев Сейчас такой статус может присваиваться только моногородам, то есть тем, где большое количество населения работает в одном месте Итак, территория опережающего развития предполагает, что для ее резидентов, бизнеса будут созданы особые налоговые условия Освобождение от налога на имущество, снижение налога на прибыль — это и должно привлечь бизнес в территории В Заринске планируется 5 инвестпроекторов на 1,2 миллиарда рублей и 500 рабочих мест Уже строящийся кожевенный завод, фанерный и другие В Новоалтайской конкретике меньше, известно только о сырном заводе, но планируются и другие Создать хотят более 900 рабочих мест, привлечь инвестиции почти на 2,5 миллиарда рублей Мы, конечно, будем следить за тем, действительно ли развитие Новоалтайска и Заринска станет опережающим Хотя эффект можно будет увидеть не раньше, чем по итогам 2020 года Ну а сейчас полезная информация для тех, кто всегда ищет ресурсы на то, чтобы вырасти над собой Даже когда собственных ресурсов недостаточно Я имею в виду, в первую очередь, деньги как инструмент для достижения целей В мире ремонта Владимир — новичок Даже покупать строительные материалы в одиночку до этого дня ему не приходилось Но квартира просит обновления Придется научиться разбираться не только в специфике материалов, но и в грамотном выборе Дома пора делать ремонт Обои поменять во всех комнатах, сантехнику обновить, полы В общем, полный спектр Родители тоже собрались, хотим вместе У них нужно ванну делать Я чувствую, сегодня полную машину стройматериалов загружу Ведь выбирать стараешься не самые дешевые, а хорошие, качественные материалы Чтобы через полгода переделывать не пришлось Весна — сезон ремонтов Во-первых, многие работы зимой делать не рекомендуется Ввиду низких температур Во-вторых, обновляется природа Люди за ней тянутся И тоже хотят изменить свой дом к лучшему Поэтому мы традиционно фиксируем повышенный спрос На стройматериалы и прочие товары для ремонта Именно начиная с марта Походив по магазину, Владимир понял Что такой масштабный ремонт ему обойдется недешево И это несмотря на то, что магазин он выбрал По вполне доступным ценам на стройматериалы и сервис Что делать? Красота жилища требует жертв В нашем случае — финансовых Посчитали, посмотрели Оказалось прилично Тут не десятки тысяч, а больше Тут и обои, клей, ламинат Светильники, перфоратор Какой без него ремонт? В общем, даже если нанимать кого в помощь А делать все своими силами То денег придется потратить немало Но способ сэкономить все же есть Нужную сумму без ущерба для семейного бюджета Можно получить и в банке А перед этим ценную консультацию Весной люди действительно чаще в качестве цели кредита Называет именно ремонт Для проведения работы и покупки материалов Может потребоваться очень солидная сумма И 100, и 200 тысяч, и даже более Естественно, сразу выложить такую сумму Не каждому по силу Поэтому мы предлагаем вариант кредитования под залог Так вы можете получить от нескольких сотен тысяч До нескольких миллионов рублей Мне предложили оформить кредит под залог недвижимости То есть получить деньги под мою же квартиру Сначала мне эта мысль не понравилась Но оказалось, что квартира не переходит в собственность банка И я могу распоряжаться и по-прежнему По сумме вот так залогом Я могу получить гораздо больше, чем мы тут прикинули То есть получается И тебе могу качественный ремонт сделать И родителям Я тут подумал Может дать сразу порядок провести Срок погашения кредита подбирает Зенедуально для каждого А это значит, что ежемесячный платеж Будет вполне удобным и комфортным для бюджета Срок погашения кредита Подбирают индивидуально для каждого клиента Это значит, что ежемесячный платеж Не ударит по семейному бюджету А клиент будет довольным На протяжении всех кредитных выплат Так бы я сразу сотен тысяч выложил И сидел бы А тут удобно На несколько лет распределили Вроде платеж небольшой И магазина на все хватит Весна – лучшее время для чего-то нового Но чтобы долгожданных обновлений Не пришло ждать слишком долго Обращайтесь в Банк Восточный Там вы точно подберете кредит Нужный для вашей задумки А закончу программу словами сотрудника прокуратуры индустриального района Барнаула Уж очень они четко и емко передают информацию, греющую душу каждого жителя города Но не чиновников и, увы, не барнаульский бюджет Это про дороги и то, кто должен их чистить и сохранять в пристойном состоянии Вопреки позиции комитета по дорожному хозяйству Все автомобильные дороги местного значения Должны содержаться надлежащим образом Вне зависимости от принятия их на баланс администрации города Вот прям хоть распечатывай слова и вешай над рабочим столом Хотя в этой ситуации самое печальное другое Зачастую не заботятся о дорогах не от лени все-таки А потому что возможности бюджета Барнаула, как и любого города Скорее всего на это не хватает Денег в нужном количестве нет Растущих вам экономических возможностей Увидимся через неделю Счастливо!